Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как развивается культурная жизнь в Самаре? Какие новые проекты привлекают внимание горожан? Об этом говорим сегодня и в нашей студии. Заместитель директора по развитию Самарского литературного музея Екатерина Орлова и организатор фестиваля молодой режиссуры «Место действия» Артем Филипповский. Уважаемые телезрители, как проходит ваша культурная жизнь? Что интересного вы посоветуете посмотреть и посетить? Расскажите нам по телефону 202-11-22, звоните, мы вас услышим. Здравствуйте, Екатерина и Артем. Добрый вечер. Ну, культурная жизнь города, в частности, складывается из многих аспектов, направлений и составляющих. Вот вам лично, что ближе и как вы участвуете в культурной жизни города? Слышный вопрос. Мы вообще участвуем активно, то есть мы эту жизнь вообще-то делаем. Да, в принципе, да, согласны с вами. То есть, как правило, естественно, музеи предлагают большой спектр и образовательных программ, и развлекательных программ. Здесь, в общем-то, всегда можно. Когда вы не знаете, куда пойти, идите в музей. Серьезно, вам там всегда предложат достойное времяпрепровождение. Оно не всегда будет, как привыкли считать, там, очень сложным, заумным, там, не всем подходящим. Иногда у нас есть такие понятные для всех формы, как чаепитие в усадьбе, грубо говоря, да. То есть мы объясняем, что такое старинная усадьба и быт того времени, вот на каких-то элементарных вещах. Или, там, детские программы, это вам не игрушки, когда мы рассуждаем про игрушки в литературе. Там, Винни-Пуха, Пиноккио и так далее, Пюратино. Открытость, доступность и интерес, да, вот такие принципы. Артем, расскажите о себе. Вы такой довольно молодой человек, но уже зарекомендовали себя как молодой режиссер и даже вот организатор фестиваля. Да, я хочу сказать у вас, против Кати, что если вам хочется культуры, то идите еще и в театр. О, да, конечно. Потому что театр – это мир новых идей. Ну, все любят театр. Вот я руководитель, художественный руководитель молодого в Самаре театра «Место действия». И мы вот сейчас провели фестиваль молодой режиссуры с одноименным названием «Место действия». А «Место действия» какое? Вот что под этим, что вы вкладываете вот в это название «Место действия»? Потому что тут можно какие-то… «Место действия», но мы это название трансформируемся как «Место». Это мы как философски относимся к этому названию, что каждый человек должен найти свое место в жизни, свое место в мире. И действия – это что человек, все-таки найдя свое место, он должен здесь что-то созидать, действовать, проявлять свою любовь, свое какое-то созидание, для чего он родился, для чего живет. Ну, вообще вот, да, вот это слово «действие» для актеров, оно имеет еще какой-то смысл, потому что говорят «экшен», да, то есть ты должен действовать и в кадре, и при камере, и на сцене, и везде. Поэтому действие здесь еще один такой вариант, место действия. Ну, это и в театре есть… Такая площадка. Вот вы обратились к Читке, да? Вот у вас такое, может быть, одно из центральных мест. Да, я сейчас расскажу. Вот данного Читке. Фестиваль проходил как лаборатория для молодых режиссеров, которые были отобраны нами на первом этапе. Им был предоставлен список современных пьес, которые были написаны за последние пять лет. То есть это современное, интересное, новое веяние в театре. Пять лет. Вот это совсем-совсем новое. За последние пять лет. Некоторые считают, что это уже устаревшим. Да, два года, и куда не ждет. Пять лет – это вот уже достаточно такой исторический период, когда уже многое что поменялось. Уже айфон шестой. Это же современная драма. Тут очень скоротечные процессы. Действительно, когда мы читаем пьесы пяти летней давности, мы даже уже не узнаем в них себя. Ну, то есть вот… Да, ну, в общем, Артем все учил. Да, мы выбрали эти пьесы с экспертами, отобрали режиссеров, которые подали заявки со всей страны. У нас были и из Москвы, и из Калуги, и из Санкт-Петербурга, Самары, Тольятти. А вот возрастные рамки ограничены? Возрастные до 35 лет. Молодая режиссура. Вот. И второй сейчас был этап лаборатории. Он заключался в том, что эти режиссеры делали с самарскими артистами эскизы, такие читки-эскизы, спектакли. Участвовали у нас актеры всех совершенно театров Самары. И драмы, и… И профессиональные актеры. И профессиональные, конечно. Не только любители. Не только любители. По-моему, они все были вообще профессиональные. Все были. Любители у нас не было вообще… А что делать вот любителям тогда? Вот если человек чувствует в себе вот это актерство и хочет это… У нас есть множество любительских фестивалей. Я работаю в Центре социализации молодежи еще. Там проходят легенды «Жигулей». Там проходят много разных фестивалей, куда можно подавать заявки и проявляться. На самом деле, если ты творчески, проявляться можно везде. Это все есть. Можно просто находить информацию, интернет, в помощь. Вообще нет проблем никаких. Ну, давайте посмотрим сюжет, чтобы ясно представлять себе, что такое этот экспериментальный фестиваль. Можно сказать так, экспериментальный? И потом продолжим разговор. Режиссерам нового поколения не важен сюжет, герои. Важно передать атмосферу безумия. Так говорит о современной драматургии Вячеслав Дурненков, автор пьесы «Антикафе». С нее в Самаре начался фестиваль «Лаборатория. Место действия». Самарский режиссер Игорь Кузнецов пошел дальше обычной читки. Получился эскиз спектакля с новым названием «Сон как шок». Пьеса о жизни в провинциальном городе, где правят деньги и потребительский интерес. К сожалению, у нас очень мало, когда идет именно настоящая современная драма. Это проблема и авторское право. И многие авторы запрещают ставить свои постановки, потому что вы не поняли мой гениальный замысел, которого нет. Да, тоже с этим как бы сталкиваемся. И цель – познакомить. Самара откликается на это. Молодежь идет, им это интересно. Раз в месяц, в понедельник, мы читаем пьесы новых авторов в Литературном музее имени Горького. И каждый раз у нас минимум 60-70 человек, которые не помещаются в зал. Фестиваль-лаборатория современной режиссуры – победитель молодежного форума «Иволга-2015». Автор проекта Артем Филиппов уверен, в современной драматургии необходимо выходить за рамки кулуарного чтива. Молодым режиссерам пора на большую сцену. Мы в течение пяти лет уже делаем читки, встречаемся с молодыми актерами, которые хотят что-то делать помимо репертуарного театра, который загнан в такие условия, что он должен зарабатывать деньги. У нас до Самары редко доходят современные пьесы, какие-то новые темы и не ставятся в профессиональном театре зачастую. Жюри выбрало пять пьес режиссеров из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга. До 7 февраля зрителям будут показывать эскизы спектаклей на двух площадках – в Литературном музее и Музее Модерна. Следующий этап – продюсерский. Лучшие постановки будут транслировать в режиме онлайн, и руководители театров со всей страны смогут оценить современную драматургию. А вы можете сказать, Артем, для чего вы это делаете? Вот этот фестиваль, он для чего? Какие ваши, даже может быть, личные цены? Две задачи в этой лаборатории. Первая – это объединить всех самарских молодых режиссеров, актеров, сценографов в некое такое объединение, где мы показываем, что мы делаем театр. Есть очень интересные постановки, чтобы привлечь культурное сообщество Самары к молодой режиссуре, молодому театру. Поскольку достаточно сложно пробиться в профессиональный театр у нас, вот чтобы такая была молодежная театральная тусовка. Вторая задача – это эту тусовку я хочу показать всей России. Это будет продюсерский третий этап, когда у нас приедут эксперты из Москвы, из «Золотой маски» Павел Руднев и Олег Лаевский. Это очень сильные эксперты. Мы будем с ними разбирать работы молодых режиссеров. Они будут советовать, куда, как им развиваться, что делать, поправить свои работы. Спектакли. И эти шесть спектаклей мы покажем в режиме онлайн. Все театры смогут посмотреть, режиссеры смогут позвать. И вот уже даже на этом втором, на этапе читок у нас был в жюри главный режиссер Тольяттинского театра «Колесо». Он уже двух ребят присмотрел, говорит, я хочу их к себе позвать на постановки. То есть уже моя задача, она уже реализовывается. Я хочу, чтобы молодые режиссеры самарские, они как бы работали, потому что они действительно талантливые, они имеют право быть замеченными. Да. Интересно. Вот, Екатерина, вы сказали, что современная драма сроком пять лет, она уже даже может устареть. А что из себя представляет сегодня современная драма? Какие темы актуальны для современных постановщиков и так далее? Есть же люди, которые занимаются разбором этих пьес. Я боюсь, мы здесь с Артемом сейчас как скажем, и они нас потом будут долго ругать некомпетентности. Вот что для вас современная драма? Как вы можете сказать, что вот это современно? Это очень сложный вопрос. Вообще, опять же, вот в музее, почему мы можем проводить вот современную, вечер современной драматургии? Мы же должны сохранять, популяризировать то, что вот классиками написано и так далее. Но мы здесь говорим как раз о том, что мы пространство для диалога о литературе. И нам интересна литература как Алексея Толстого, Максима Горького, да, то есть так и современных авторов, будь то современная драма или современная графическая проза, как комикс. Например, вот у нас есть занятие по современной графической драме, которая пройдет, собственно, 18 февраля, и мы вас всех туда ждем, приглашаем вечером. Приходите писать комиксы, учиться, как это делать. Вот. Что такое современная драма? Вопрос очень сложный. Наверное, главное, это написано, она должна быть вот в какой-то период времени. Для актуальной. Это может быть и Чехов, да, стать современным в каком-то. Ну, он в свое время был современным, сейчас это все-таки уже классика. То есть это тот язык, который понятен... Есть период отживания, то есть пьеса, если живет, она современна, то есть и она потом переходит в классику. Но современно, это вот написано, вот есть фестивали драматургии по современной драматургии, есть Любимовка, есть... Сейчас сейчас говорит Ливановка, я вижу периодически... Ливановка, куда авторы современные, то есть пишут и отправляют свои только что написанные пьесы. И есть, то есть фестиваль отбирает какой-то лонг-лист пьес, которые считаются, то есть они победители, и они считаются лучшими пьесами вот этого года. То есть понимаете, что год, это уже... Каждый год новые имена, новые люди появляются среди современной драматургии. И в общем-то это такой процесс очень пластичный, развивающийся, стремительный. Мне всегда хочется вот понять актуальность нынешнего момента, она в чем? Вот через драматургию современную можно это определить? Вот на что вы реагируете? Вот как вы просчитываете, что да, это будет сегодня, именно сегодняшним зрителям востребовано? Что это вот современно, что это наш момент настоящий, и это актуально, там, злободневный, всех волнующий? Вот это что сегодня? Ну сейчас тоже есть распределение, да, каких-то тем основных, которые используют как-то современная литература, в общем, драма. Это там человек и рок какой-то, судьба, да, человек, который там ищет себя. То есть это, в общем-то, вопросы остаются теми же. Дозволенности, то есть, да, на самом деле темы, они... Просто меняется язык и манера подачи, вот форма. Вот я это и хотела услышать, потому что и Чехов может быть современным. Поставили пьесу вот недавно по Чехову, да, и смотришь и думаешь, боже мой, это же вот сегодняшние как будто вот герои как-то. Вот. Я хотела бы еще вот на читке остановиться. Почему для вас это стало важным, вот процесс читки? Что он из себя представляет? И сегодня вот артисты также вот читку проводят на репетициях? Или какие-то другие формы, новые репетиции появились? Или читка обязательно для всех? Читка пьесы — это такой жанр, жанр, публичная читка пьесы есть, потому что, например, внутри театра читают. Это одна история. А когда публично читают, это такая форма, когда актеры играют с листа. Они не знают текста наизусть, они как бы читают, они играют. Там текст полностью разобран, они знают, что за характер. То есть все это обговаривается, есть какая-то перспектива, все это пространится. Внутри театральные вещи они все разбираются. Просто актер, он играет с листа. То есть вот в режиме импровизации находится все время, в виде текста. Он как бы сейчас вот так прочитает завтра, в другой момент. Но вот именно на публике рождается какое-то совершенно новое, уникальное чтение. И вот этим тоже прекрасен этот жанр. И вот вы говорите, как понять, нужна эта пьеса, не нужна. Вот как раз читка пьесы родилась еще за границей, как форма быстрого проверки актуальности пьесы. То есть если публика реагирует и очень хорошо ведется, то есть слушает, ей интересно, там рыдают, то есть откликаются, то режиссеры сразу раз, пьеса проходит, она работает. Она сейчас, столько текстов пишется, людей, столько драматургов, их море. Как проверить, ты деньги вложишь в спектакль, а он не пойдет. Вот эта читка, она позволяет проверить формат, проходит он здесь, в этом городе, в этой какой-то среде, менталитете. Откликается, не откликается, эти артисты подходят, не подходят. То есть такая форма эксперимента. И вот как раз этот второй этап, он нам и нужен был для того, чтобы мы посмотрели жюри тоже. Есть совершенно замечательные пьесы, которые у нас и плакали в зале, и смеялись комедии. То есть настолько интересная, яркая драматургия сейчас есть. Вот мы ее проверили, и на следующий этап выбрали самые лучшие, яркие, эмоциональные. Ну как режиссер, вы сделали свои оценки и выводы уже, именно после читок, то, что вы сейчас говорили. Вот знаете, вопрос взаимосвязи музея меня интересует вот с этим фестивалем. Потому что у нас Катя говорит про музей, Артем про театр. А вот как, что у вас соединяется? Собственно, мне также была интересна всегда ситуация современной драматургии. Очень давно, собственно, мы с Артем вместе учились в одном вузе, с небольшой разницей. И я также люблю современную драму, и всеми способами всегда поддерживаю ее тут вот на административном таком уровне. То есть у нас есть литературный музей, как я уже сказала, который общается насчет драматургии, насчет литературы, как современной, так и классической. И мы раз в месяц делаем, в общем-то, читки. Делали. А тут появляется Артем, у которого есть готовый фестиваль, который делает это в три дня, в четыре дня, в три этапа. В общем, удивительная история. А у нас ситуация, в общем-то, уже прокаченная. То есть действительно, вот в вашем сюжете Игорь Кузнецов, один из нашего участника вот этой нашей такой лаборатории, сказал, что раз в месяц, по понедельникам мы собираемся, вот в следующий раз будет 29-го, и у нас всегда полные залы. То есть вот уже несколько месяцев прошло, действительно, людям некуда сесть, всегда большой интерес к этому. И мы уже сделали небольшую раскачку в этом плане, и публика интересуется. И мы удивились, сколько публики, да, вот этот фестиваль. То есть тут была не одна площадка, а две. В день было по две пьесы, то есть две в одном музее, две в другом музее. То есть это четыре пьесы, значит, каждый день. И на каждой из них было по 50, там, 60, больше даже в музее модернного залу. То есть это, мы удивились, какой ресурс мы не используем, что зрителям это интересно, нравится. И это, видите, еще не до театра, но уже и не просто литература. То есть человек чувствует свою сопричастность, что он вот сейчас вправе там своим голосом, голосование же было еще, повлиять на ход. Вот будет ли такой спектакль об этом человеке, об этом герое, или такой. Мне кажется, человеку всегда интересно чувствовать свою сопричастность в большом мире искусства и культуры. И вот мы даем такую возможность. Да, вот потому что методы привлечения людей в музеи и театры должны тоже как-то вот вместе со временем меняться, трансформироваться, а вот не поэтому. Вот хотелось бы еще о будущем вот этого фестиваля говорить, какой следующий этап, да, вот к чему вы сейчас идете. И вообще о будущем этого фестиваля потом. Будет ли он продолжаться там в нашем городе, может, каком-нибудь другом или что? Что вы вперед как смотрите? Да, мы отобрали шесть режиссеров 9-го, 10-го апреля. Мы даже семь отобрали. Семь, да, семь. У нас зрители буквально там за две пьесы проголосовали, мы не смогли отказаться. Да, мы не смогли, да. У нас, в общем, мы должны были выбрать шесть, отобрали семь. Слишком хороший спектакль оказался. Слишком, да. Уже отказываться. Невозможно. А Иту Ксении говорит, вообще надо десять брать. Но мы уже в формат не влазили. В общем, сейчас они два месяца будут репетировать спектакли, полноценный спектакль. Им выделяется небольшая сумма денег за счет грантовых средств для реализации этого спектакля. И 9-го, 10-го апреля в Самаре пройдет третий финальный этап этой лаборатории. Это уже будут полноценные спектакли со светом, с музыкой. На каких площадках? Площадка будет, это решается вопрос, будет реклама по городу. Я всех уже сейчас приглашаю заочно, что 9-го, 10-го апреля, запомните, будет финальный этап суперсовременных пьес. Постановки самарских, московских, питерских режиссеров. Очень интересные разные выпускники грандов театрального дела, золотомасочников. К нам приехали очень интересные ребята, просто фурор. И самарские ребята, самое главное, хочу отметить, не проиграли. У нас два из Москва-Санкт-Петербург и четыре самарских финалистов. Поэтому самарская режиссура, она... Ну, будем ждать. У меня такое ощущение, Артем, что у вас есть не только в профессии вашей самарская, но есть еще опыты из режиссуры в других городах. Почему-то у меня такое складывается. Я два с половиной года жил в Москве, потом год в Питере. И там тоже я работал в ШДИ, в Московском театре, в театре «Практика». Это два театра, которые занимаются экспериментальными постановками, в общем, мировые тренды такие. Понятно. А почему же вы тогда вот вернулись в Самару? Почему он должен был это сделать? Как это? Почему? Были уже в Москве и там и работали друзья. И потом вот раз и Самара. На самом деле это дело случая, понимаете? Это тянет все. Дело случая. Так получилось, что меня сюда позвали на постановку. Я приехал и как-то все завертелось. И у меня уже здесь свой театр. Вы родились в Самаре. Я родился в Самаре, да. Вот это еще, может быть, объясняет вам. Кстати, надо сказать, что среди наших финалистов также есть люди, которые уже отучились в Москве, уже новача Артем. Да, да, да. Тоже были приглашены по России в разные города на постановки. И все-таки они сейчас опять же здесь. Да, потому что, да, был какое-то время вот тренд такой, не очень хороший, так скажем, когда вот наша молодежь вот в Питер, Москва. Питер, Москва. Творческая, я имею в виду. Да это сейчас. Это, знаете, такой есть момент. Нужно вдохнуть, посмотреть, сравнить. Это нужно. На самом деле даже полезно уехать, пожить пару лет там и приехать уже успокоенным. Потому что дистанция ничего не решает. Нет, если ты хочешь и что-то можешь делать, ты в любом, на самом деле, городе, ты можешь это делать. Потому что если ты заряжен, если есть творческие люди, собрал, почему нельзя репетировать, делать, показывать и зрителям. Катя говорила мне тоже, когда я пришел, что нет, у нас не будет столько зрителей. Мы клали подушки, мы куда рассаживались, стояли в дверях, по два часа слушали эти читки. То есть людям это интересно и хочется это видеть. Почему нет? Если это сейчас было, вы спросили про будущее фестивали, мы однозначно будем разговаривать с министром культуры. Россией? Конечно, если у нас и с ним есть контакт. Мы будем разговаривать о том, чтобы этот фестиваль как-то закрепить. Потому что министр культуры Российской Федерации защитил, то есть я перед ним защищал проект на Иволге. Надо сказать, что это победитель, это финалист Иволга, есть такой форум молодежный, который выиграл вот грант, собственно. И летом привезли. Мединский вручал диплом Артему. Так что, в общем-то, он посвящен. Я подумала, что это слишком такие амбиции, амбициозность. Оказывается, тут тоже. Нет, он достаточно открытый человек. Он говорит, если у вас есть проект, мне прямо принесите в кабинет. То есть он напрямую, да. Замечательно. Я был на форуме с содружеством. Вот он, собственно, так и сказал. Так и надо делать. Отлично. Хочу обратиться к телезрителям. Если у вас есть такие культурные события, о которых вы хотите рассказать всем самарцам, пожалуйста, звоните, мы вас услышим. И, может быть, есть впечатление, были ли вы посетителем этого фестиваля или музея, то, пожалуйста, тоже делитесь своими впечатлениями, что вам понравилось, рассказывайте. Недавно в Москве произошел такой шокирующий общественный случай, когда что-то в очереди на выставку там случилось, да, что-то там снесли двери, и что-то типа у Серова была почти драка там или что-то, да, это по всем новостям прошло. Как вы можете объяснить вот такой феномен, что случилось? И идет продолжение, по-моему, что вот очереди выстраиваются уже и в другие картинные галереи, и еще какие-то вот места культуры. Что такое? Вот если как-то вот подумать вы, как работники культуры, вот что случилось? У меня есть ответ. Да, пожалуйста. В кризисное время русский дух, русский человек требует такой прокачки. Сил, как задержаться, да? Сразу, наверное, требуется какая-то такая духовность. Хочется сразу думать не о быть, а куда-то пойти, подумать о том, зачем мы живем. Ну, правильно, да, не за материальные вещи люди хватают, а за что-то вечное. От телевизора, наверное, устают. Хочется пойти посмотреть на красоту, вкусить это, понять, что не терять жизнь, потому что она идет помимо... То есть мы сейчас никак не можем изменить ситуацию кризиса. Ну, как-то мы будем жить, как-то развиваться, но... А получить удовольствие от жизни и быть как-то одухотворенным хочется уже все равно. Чтобы жизнь стала полноценной, не только материальной, да? Вот к чему мы все прямо шли, шли и цеплялись, и хватались, да? А потом наступил какой-то действительно момент, пик, кризис, и сознание немножко развернулось. И вот февраль в музее. Уже там несколько событий прошло культурных, да, вот ваших мероприятий. Что вы можете отметить из уже прошедшего? И что может готовиться, куда еще раз пригласить посетителей? Ну, во-первых, вот как я уже сказала, у нас есть свои драматургические вечера, которые мы организовываем с вот такой плеядой актеров, режиссеров самарских. И плюс это театральный критик Ксения Аитова и Татьяна Валентиновна Журчева. Это будет 29-го в понедельник. Мы приглашаем вас на вечер памяти Вадима Ливанова, в честь которого у нас, кстати, есть одноименный вот любимый Ливановка фестиваль. Тоже памяти Вадима Ливанова и вот современной драматургии. Также у нас, как я уже сказала, будет мероприятие альфа- и омега-графической прозы, где вы узнаете, что такое графическая проза, как ее можно писать, разбор персонажей в комиксах и так далее. Это будет 18-го. Ну, вы можете опять же звонить, заходить на наш сайт самлитмус, Самарский литературный музей. У нас очень много интересных занятий для детей. Это «Мой папа – супергерой». Нет, «Мой папа – сказочный герой». Ну, почти супергерой, да. Когда на занятия должны приходить только папа с детьми. Это вот действует у нас по субботам, в воскресеньям. Очень интересная программа для детей. Или это «Во мне игрушки», где дети делают игрушки различные из литературы. Интересные формы. Скажите, а как вот приходят идеи нового, привлечения новых методов, так скажем? Вы как заму руководителей по развитию, да, вот как это все рождается? Давно работаем такими методами. Я должна сказать, что не только мы. То есть все музеи сейчас, этот кризис, он же повсюду, да, то есть и также учреждения культуры как-то пытаются сделать всегда свои продукты актуальными, интересными и в связке с современным живущим человеком. То есть что должно заставить человека оторваться от телевизора, от приготовления, я не знаю, ужина и прийти в музей. Кстати, мы в музее делаем еще гастрономические вечера, когда вы можете узнать рецепт пирогов мамы Алексея Толстого. В общем, все это действительно очень актуально. А можно сказать, что публики стало больше посетителей? Ну, естественно, с каждым годом вообще увеличивается поток людей, естественно. Ну и слава богу, у нас вот есть даже еще такое расширение, у нас есть такой ресурс, у нас открывается второй корпус музея, это на Куйбышево 113. Мы сейчас будем разрастаться, помимо нашей усадьбы Алексея Толстого, появляется еще один вот такой ресурс. Мы там будем делать привозные выставки. Вот в марте у нас открывается большая выставка по куклам самодельным. Удивительно, тоже на ней будет множество мастер-классов, и внутренняя программа тоже советую быть в курсе, вот смотреть на наш сайт, заходить. И там мы планируем делать еще какие-то такие современные также программы с современными художниками, какие-то выставки актуальные для горожан. Вот, то есть у нас есть, слава богу, ресурс для развития еще. Потому что поэтому посетителей будет больше, мы притягиваем всеми возможными способами. И вот фестивалем различным мы тоже как площадка открыты, когда наши мнения по этому поводу совпадают. Да, но главное, что когда посетителей становится больше, ломается вот это восприятие музея как чего-то очень скучного. Ну как бы вот, это же вот... Да, мы работаем для разных категорий, да. Кто-то не готов принять к тому, что музей это уже далеко давно не скучно и не пыльно. И много людей об этом знают уже, что музей меняет форматы по всему миру, естественно. У нас вот, к сожалению, с запозданием все это приходит. Но много еще не знает, и мы работаем над этими категориями. Понятно. Артем, скажите, пожалуйста, вот польза вашего фестиваля-лабораторий для профессионалов, вот для артистов-режиссеров, да, и для широкой общественности? Вот в чем для тех и других? Потому что вы говорите, что вот читки, там, профессиональные артисты, общественность там, как бы вот и любители не принимают участие. А с другой стороны, это же делается не только для профессионального сцена? Здесь случилась такая очень интересная история, потому что у нас театров не так много, они работают на полную катушку, потому что нужно как-то обеспечивать в Самаре репертуар. И в связи с этим актеры разных театров вообще не общаются с друг другу. Очень редко происходит такой симбиоз какой-то. И вдруг вот эта лаборатория позволила актерам Самарта, камерной сцены, драмы вдруг в одной работе поучаствовать. И они вот так как-то плечом к плечу почитать, пообщаться, как-то подумать о каких-то идеях, мыслях, пообщаться с московским, питерским выпускником и окунуться в какую-то современную драматургию. И это все какая-то такая воронка творческая. Мне многие актеры из разных театров просто поблагодарили, потому что мы и не знали, что там есть такие хорошие ребята из драмы, например, сказали. То есть произошло такое очень интересное творческое опыление. То есть мы увидели друг дружку, как бы зеркало такое. Это очень позитивно. Для самарского зрителя, ну тут вообще говорить, как бы открыли мы, если Катя говорит, что делают они читки, это все-таки так точечно, не каждый попадает, понимаете, по времени. То есть может не получится. Короче, у нас прям секунды остаются. А здесь получилось, что за 3-4 дня они могли прийти и посмотреть вообще спектр современных труда. Спасибо большое за ваше вот такое неугасаемое творчество, новых вам идей, встречи с Мединским и поддержки. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова